Если раньше я хотел свалить в другую страну и стремить там, то с таким курсом я реально задумываюсь уехать в США через Мексику и устроиться мыть полы. Парашу в маке или может выйти на счастливый билет и стать дальнобоем. А потом пересылать в Москву доллары родственникам, чтобы они могли хоть что-то покушать и заправить какое-нибудь ржавое китайское авто. Ну, делать я, конечно, такое не буду. Я за легальную иммиграцию. А вообще в классное время живем и дальше будет только лучше. Это был первый пост. Второе. Блин, мне всегда было интересно, как из поколения, которое не смотрит ТВ, сделать промытых ватанов. Но теперь я вижу у себя в комментах и на стримах, что интернет, в особенности отдельные его представители, отлично справились с этой задачей. Причем им даже выписывать бабки не пришлось. Их аудитория сама несет им денежку за этот бред, что они несут. И они как бы на самообеспечение. Остается только развести руками, глядя на все это. Так, ну это, получается, база от Мэдисона. Но тут непонятно, то ли трехслойная база, то ли четырехслойная, то ли еще что-то, бля. Так-то, конечно, базанул нормально. Постороннее, думаете, да? Ну да, конечно, такое странно от него слышать. Что-то про Мексику, США. Может, он это все написал для того, чтобы политубежище получить потом. Он сказал, что ты проукраинский пропагандист и послал тебя нахуй. СПБ. Бля! Ребята, всем привет. Мы начинаем стрим по новой. Жмель жестко ответил Мэдисону на пост про Ватанов. Ну, надеюсь, я смогу осилить, я уже уставший, знаете, слова путаются там, туда-сюда запинаюсь, срупать себя спустя четыре с половиной часа. Но я попробую зачитать данный пост. Вот. А ты читать умеешь? Ну, бля, попытаюсь. С трудом, конечно, но я попробую, мобой. В последнее время все чаще стали слышны голоса тех, кто, мягко говоря, охуевает от Ватанов в интернете. Готов не только поддерживать свою страну, а также армию, несмотря ни на что. Но еще и оказывать добровольную и искреннюю поддержку денюжкой другим людям в их деятельности просто за схожие взгляды. Ну да, я в ахуе таких людей, естественно. Тут, возможно, две развилки. Либо у охуевших просто едет крыша, либо они по-прежнему плутают по их собственному театру одного актера. Ибо очень трудно описать иным образом эмоциональное состояние человека, который фактически вопрошает. А какого черта люди поддерживают словесные финансовые идеи, которые мне в данный момент, в моем психическом состоянии, не нравятся? Как человек, публично озвучивающий эти идеи, искренне, даже не работая на власть, может получать такие немалые деньги от обычных людей, согласных с ним? Но это же бред! Или все же искренность и последовательность по отношению к другим все же иногда может породить те же проявления уже в отношении тебя, вплоть до вышеописанной благодарности в знак солидарности? Конечно! Можно, например, и всю жизнь переобуваться касательно собственных взглядов, работать на законодательную власть ради связи и корочки, хвастаясь ее наличием публично, пропагандировать идею патриотизма и борьбы с враждебными проявлениями в отношении Родины, а позже, когда уже точно не все пойдет строго в соответствии с намеченным планом и для личной жизни со связями, и в целом удивляться, почему у нас так много ватанов? Ну, тут Жмель, я так понимаю, намекает на Мэдисона, ну, точнее, говоря о Мэдисоне, намекая на ЛДПР, на корочку, которая была у Мэдисона, я не знаю, остается ли она у него до сих пор, вот, а когда, соответственно, что-то пошло не так, то, соответственно, ну, что-то про ЛДПР Мэдисон забыл, видимо, об этом речь. Да, и захотел в США уехать. Так, только от этого и бесконечные блуждания по тому самому театру одного актера у подобных людей не прекратятся. Удобно было бы надеяться, что можно нести любую, в том числе и прямо противоположную околесицу, оставаясь при этом хорошеньким почти для всех. А что, тот, кто со мной согласится, будет считать меня правдорубом, а кто даже и нет, ну, если он не дурак, разгадать мою иронию, а если даже и дурак, то с такими вообще нет смысла разговаривать, он же ватан, либераха, хейтер, представьте, подставьте свое слово с негативной интонацией. Да и вообще, как же гениально я их переиграл, их тупость, это их собственные проблемы. Вне всяких сомнений, все уж описанные проявления тоже будут, но принять себе такую логику за основную тактику долгосрочной публичной деятельности и считать идиотами вообще всех. Нет, господа, не все встречающиеся вам на вашем же жизненном пути идиоты. Отнюдь не все, точнее. И свою охапку ненависти за собственное непостоянство вы получите совершенно справедливо и оправданно. Даже если вы при этом все можете перевести в шутку. Да и вообще вы очень классные ребята. Короче, я понял, тут, блядь, речь о том, что Мэдисон переобувается, соответственно, сначала за, потом против, а потом рассказывать, что это постирония трехслойная и так далее. Когда, собственно говоря, я, комментируя пост Мэдисона, тоже сказал, что а это трехслойная, типа, или же нет. А еще, кстати, постоянство может быть полезным не только в аргументационном плане, но и деятельностным. Да, представьте себе в публичном поле быть честным с аудиторией, а также самим собой. И когда это не приносит деньги, и когда начинает переносить вкупе отсутствие лени и закидонов в собственной деятельности, иногда может пойти только на пользу, на осознание этого момента со стороны охуи. Так, короче, блядь, по итогу, что мы тут видим? Мэдисон переобувочный, неоднозначный чел с постиронией, вот, с кепкой Z на голове. А завтра он, соответственно, в Америке с ЛГБТ-кепкой будет, да, сидеть. В этом, видимо, прикол. Что еще тут, соответственно? Много, блядь, лишних слов, да, много, блядь, слишком много текста. Для меня такого тупого, вот. Но, тем не менее, я как бы понял, в чем посыл. Вот, соответственно, вначале, что тут? Опять же, да, утверждение того, что, типа, поддерживаю свою страну, несмотря ни на что. Я считаю, что данная позиция, конечно, ну, не очень адекватная, да, особенно, когда твоя страна творит несправедливые, неправильные вещи, вот, убивая людей, а ты все равно это поддерживаешь, несмотря ни на что, просто потому что это свои пацаны, вот. Поэтому, как бы, да, опять же, свои пацаны, которые творят грязь, несправедливую, нехорошую, поэтому мы будем их поддерживать просто потому что они свои. А то, что они творят нехорошую, несправедливую вещь, это похуй. Чат кому не похуй на зетную шавку и переобувочного плюс в чат. Вот, то есть, ну, теперь получается, что если какой-то гражданин России, например, убьет просто, ну, какой-то маньячела, порежет людей, мы не можем его осуждать, он же наш, он же русский, зачем его сажать в тюрьму за это? Давайте его не будем осуждать, не будем давать ему срок за это. Вот. Чем вот этот маньячела с ножом отличается от тех, кто сейчас в Украине людей убивает? Тем, что эти солдаты, типа, защищают родину, нихуя они не защищают. Никто на эту родину их не нападал и не собирался нападать, собственно говоря, ни Украина, ни НАТО. Вот. Опять же, это говорил даже ваш любимый слоняра, нахуй. Вот. Поэтому, собственно говоря, пришли и убивают. А, может быть, потому что, как они скажут, многие пацаны, которые на фронте, сейчас со стороны России, это пацаны, которые не по своей воле там находятся, да? Их туда заставили пойти на фронт воевать. Ну, возможно, какой-то процент таких пацанов, конечно, есть. Но я, как слышал, там они все деньги за это получают. И что-то я очень сомневаюсь, что таких там очень много, да, которые туда попали не по своей воле. Предполагаю, что большинство туда пошли по собственному желанию, опять же, за деньгами. Вот. Ну, если уж и вдруг есть такие, кто туда попал, вот, случайно, не знал, но вдруг там оказался, блядь, соболезную, реально. Что я могу сказать? Ну, а если эти люди все равно берут в руки оружие и идут убивать, блядь, ну, я не знаю, ну, пиздец, нахуй, блядь. Что ты еще скажешь? Как на это я, как адекватный человек, должен реагировать? Нет. Маркоч, спасибо, Вович, спасибо. Мазай, спасибо за переподписку. Не знаю. В моем понимании, ну, это неправильная позиция, знаете. За своих просто, ну, что свои, блядь, все. Какая-то это неадекватная хуйня. Там комментарий забавный. Да, похуй уже. Все, ребят. Как говорится, дел сделано.